В преддверии заседания Комитета по операциям на открытых рынках ФРС доллар теряет интерес инвесторов. В пятницу на фоне слабого отчета относительно заказов на товары длительного пользования котировка доллара в паре с японской валютой преодолела довольно сильный уровень поддержки в 119 иен и 25 сен и направилась вниз к отметке 118.80. Технические индикаторы подсказывают, что для возобновления восходящего движения покупателям доллара теперь необходимо осилить сопротивление на уровне 120.18. Однако большинство аналитиков сомневаются в развитии такого сценария и прогнозируют удорожание иены. Стабильный курс денежно-кредитной политики Банка Японии по-прежнему рассматривают валюту страны восходящего солнца в качестве тихой гавани. Неопределенность вокруг Греции продолжает формировать общий настрой, и инвесторы поумерили свой аппетит к риску. Проблему долгов и лады вновь не удалось решить на встрече глав министров финансов стран еврозоны, состоявшейся в пятницу в столице Латвии. Золото также чувствует поддержку участников рынка. После падения к месячному минимуму новую торговую неделю желтый металл начал на позитивной ноте, подорожав на 7 долларов. Стоимость тройской унции золота перед открытием европейских торгов составляла 1182 доллара 50 центов. Тем не менее, к нынешним настроениям стоит относиться с осторожностью, особенно с приближением даты заседания Федрезерва. Многие эксперты уверены в том, что именно на предстоящем совещании прояснится вопрос о сроках повышения процентной ставки. Как будут развиваться события, мы обязательно расскажем. Всего доброго, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова